В работе реставратора самое главное — это воссоздать первоначальный замысел автора. Основные трудности, с которыми мы сталкиваемся — это многочисленные утраты на памятниках, это отсутствие материалов, по которым можно воссоздать эти утраты, графические материалы, фотографии, чертежи и так далее. Сначала вообще проводятся исследования перед тем, как начать реставрировать. Поиск графических материалов, чертежей, фотографий, поиск архивных справок, поиск каких-то там сведений о предыдущих реставрациях. Ну, в общем, все, что может нам как бы помочь и подсказать, как раньше выглядел памятник. И только потом уже начинается составление технологии реставрации. При составлении технологии мы опираемся на состояние памятника, на то, в каком состоянии он сейчас находится. Вот эти саркофаги, они еще не реставрированы, и на них как раз можно увидеть биологические загрязнения, какие бывают. Вот, например, мхи можно увидеть. Мхи, как правило, они на белом камне в большом количестве всегда присутствуют. И они выводятся посредством компрессов биоцидных. Также различные атмосферные загрязнения, сажи пылевые, тоже можно заметить. Вот от них камень таким темным становится. И на многих саркофагах на Донском монастыре можно увидеть именно вот такой вот шрифт. Причем, кстати, не только на саркофагах, а и на белокаменных надгробиях. На этом памятнике шрифт схож с тем, что на саркофаге, но единственное, что буквы здесь крупнее. А так, если присмотреться, то такой же наклон и форма такая же точная. Эти саркофаги, предположительно, изготовлены в середине 18 века и представляют большой интерес для реставрации. Этот саркофаг был отреставрирован в прошлом году. Он был достаточно в плохом состоянии, было много утрат. Вот некоторые из них не стали воссоздавать, потому что тут имеется рисунок на крышке. И неизвестно, как он выглядел до реставрации, потому что никаких не сохранилось фотографий, ничего не сохранилось. И решили поэтому не воссоздавать эту часть. Так вот его почистили от биологии, от пылевых загрязнений, гидрофабизировали, укрепили. Когда мы реставрируем памятники на открытом воздухе, то их необходимо укрывать от осадков, от снегопада и так далее. И поэтому ставятся вот такие вот укрытия, которые называются тепляки. Мы работаем на открытом воздухе в теплое время года, потому что зимой погодные условия здесь не позволяют проводить работы. Но некоторые памятники, которые возможно демонтировать, мы переносим в мастерскую. И там продолжаем их реставрировать.